Путин отлично знает, что потенциал, в том числе и военной России, очень слабый. Он отлично знает, что с Украиной, наверное, воевать можно, хотя тоже не просто, как выяснилось. А воевать со всем миром нельзя. Я уже объяснил, экономика России в 16 раз меньше западной. И где-то в 4-5 раз меньше китайской. То есть страна огромная, по размерам России самая большая страна, но потенциал у нее маленький. То есть экономические, военные. То есть, ну знаете, как у динозавра, то есть было огромное тело, но башка была маленькая и мозг тоже. Собственно, поэтому он и вымер, динозавр там. Вот, так что он может бравадой заниматься, блефом, там, пальцы веером гнуть, всех пугать и так далее. Но, в общем, он, конечно, не сможет этого сделать, даже при всем желании. Теперь, что касается Украины конкретно, то он вам стит за антикриминальную революцию, за то, что вы жулика выгнали из президентского кресла. И он не может допустить, что так же будет с ним. И второе, он вам стит за ваш европейский выбор. Поэтому он, конечно, вам желает зла глобально. Он особо сделать ничего не может. Он хотел Новороссию сделать от Донецка до Одессы, ничего не вышло. Там какие-то огрызки, там куски Донецкой и Луганской области останутся за ним. Но он, конечно, с этим не смирится и будет ждать удобного момента, чтобы какую-нибудь гадость еще придумать. Какую, пока не знаю. В принципе, у него нет глобальной какой-то стратегии. Это человек, мыслящий тактически, не стратегически. Его глобальная вся мечта, мысль и судьба – это как сохранить власть личную. И он будет действовать так, чтобы ее как можно только сохранить, пожизненно сохранить. Что, конечно, очень плохо для России, для Украины и для всего мира. Но это как раз его главная задача. А какой-то стратегии, все говорят, что он хочет русский мир. Это абсолютная фигня. Если бы хотел русский мир, он бы русских в Туркмении защищал. Там русских выгоняют из квартир, вы знаете, в Туркмении? Если они, например, не отказываются от российского гражданства. Почему туда войска не вводят? Дальше. Кто трогал русских, живущих в Донецке или в Луганске? Кто до них пальцем дотрагивался? В Киеве кто пальцем до русских дотрагивался? Там все по-русски говорят. Включая ваше правительство. Вы уж меня извините, конечно. Сам слышал. Вот. То есть, ну, абсолютная чушь, да? То есть, это все демагогия, направленная не... Эта демагогия направлена только на защиту власти собственной, да? И на месть за то, что на эту власть кто-то посягает. Вот украинцы, они вот так устроены, эти люди, украинцы, видимо, наследники Запорожской, Сечивы, да? Что если вам что-то сильно не нравится, вы выходите на улицу и начинайте разбираться. Вот это ему сильно не нравится, такая тема. Вот он вам за это и мстит. Каким вы видите конец Владимира Путина? Думаю, он будет деградировать, моразмировать. Я думаю, что он будет становиться еще более жестоким, еще более аморальным. Дело в том, что люди в старости лучше не становятся. Они становятся хуже. И все их отрицательные черты только проявляются в большей и большей степени. А понятно, что при большой власти все вот эти процессы, деградации, они, собственно, ускоряются. Значит, единственное, кто его может остановить, это не санкция, кстати, как вы думаете, и даже не Украина. Остановить его может только русский народ. Когда он поймет, что им правит вот этот тип, да, русофоб, который страну ввергает в самоизоляцию, который страну ввергает в кризис, который страну ввергает в конфликт со всеми соседями, да, когда русский народ это поймет, осознает до конца, тогда, конечно, он получит отпор адекватный. И Путин, в общем, исчезнет. Значит, вот технологии исчезновения Путина я вам писать не могу. Во-первых, в силу того, что я не являюсь правительством. Во-вторых, зная историю авторитарных режимов разных. Например, там Мубарак в Египте, да, там Каддафи там в Ливии, вот, Асад в Сирии, тот же самый Янукович у вас там в Украине, Лукашенко. Они каждый по-своему исчезали. Вот нету какого-то стандартного сценария исчезновения авторитарного лидера, да. Там Каддафи убили, да, Мубарака отрекли и посадили, да, Януковича выгнали из страны. Ну, то есть, вот, нету как бы такой вот, не выгнали, сам сбежал, извините, вот, ну, нету такого вот универсального сценария. Поэтому, что с Путиным будет, я не знаю, но обычно диктаторы плохо заканчивают. Я не знаю ни одного диктатора, который бы счастливо закончил свою диктатуру, таких не знаю. Вот мне казалось, например, Пиночет, там, диктатор чилийский, который там вроде как экономику пытался в порядок привести и так далее, так и он же плохо закончил. Все диктаторы плохо заканчивают. Только знаете, в чем проблема этих самых диктаторов? Каждый из них считает себя уникальным и считает, что он участи своих предшественников может избежать. Вот, это глупость несужетная, потому что есть какой-то закон, да, но тем не менее они так считают.